александр анатольевич добрый день добрый день здорово мне так приятно что у меня появилась эта возможность здорово слове злому не видеть но я думаю около 20 лет спасибо вы тоже да еще слушайте но вы в израиле не были 15 лет я очень давно я по этому еду соскучился расскажите с чем едете с кем с чем с чем знаешь какая история я же по старости уже не танцую не пою не делаю обратных кувырков партнеры все больные старые когда шастались михаил михайловичем насчет сейчас 80 лет возникло ему вот он сейчас как-то капризничать и плохо сейчас уже 8 ехать нечем и поэтому значит когда вот марина предложила просто приезжайте постойте на сцене поплачьте поулыбать и это я могу накапываю глаза нашатырь и плачу ну ладно это как раз право поэтому-то такое придумалось название ностальгия с улыбкой дело в том что пушкин хороший поэт да ты почитала пушкина ну да как-то так приходилось на иврите или на русском у него борис гадунов из произведения там есть пимин такой и когда всю жизнь думал он говорит что и пыль веков от харти отряхнул правдивое сказание перепишет я всегда думал по глупости что какой-то старик сидит в архивах да берет какой-то пыльный старый этот самый фолиант да и дружим не рассыпалась а потом я вот недавно дотумка не освежит а перепишет то есть все каждое поколение переписывают и фолиант этой истории это архивы это документы все время а сейчас мы переписываем все на свете в том числе и биографии друзей поэтов музыкантов композиции и когда я смотрю по телевизору или читаю этих глянцевых что кто был как ставил чего играл с кем жил сколько мне брачных детей я начинаю захлебываться против это перед бессмысленно скажу старый мудак но хочется все таки рассказать о людях которые сейчас передачи вот день рождения было 75 лет было бы андрюша миронова надо надо я выпустил на улицу мы сделали свой такой этот самый вечерок выпустил с камерой до твоих помощников да они прошли по улицам главу арбату всем кто такой андрей миронов и это такая страшная картина от розы советского шпиона до депутатов госдумы до через какой-то пятый раз 1 артист да степень забвение номерлонов все-таки помнят вот так вот я к тому чая еду вот я набрал таких каких-то воспоминаний о друзьях которые были в израиле это казаков которые в половину извините мой друг и однокашник горин окуджава никулин юра андрюша миронов или кризанов да и вот вспомнить вместе с вами об этих людях но не хрестоматийное вранье то что я знаю то что я люблю и чем я с ними жил сути у вас есть я читала что в одном и том же роддоме родились кроме вас еще очень много ваших друзей наимушных как имя гурмана он стоял прямо на сейчас это новый арбат калининский проспект да вот и когда прорубили тут как говорили тогда вставную челюсть москвы он вылез на новый арбат это был так стыдно при этих замечательных идиотских башнях тогда его стали тихонечко закрывать это проведение какое-то вот в одном и том же роддоме родились люди тогда жало захаров андрюша миронов державин ну как это ну как такое ну вот как только рожал ты меня их там выбери меня потом на девятом месте вы едете в роддом как ну вот нет я к тому что вот есть какой-то арбатские люди это на арбате роддом был в арбатских переулках до этого но понятно но то что вы с ними стали очень близкими людьми и очень близкими друзьями вот говорят есть какое-то такое место да вот там слесарей тоже рожали но бы у вас конечно очень много друзей которые многие из них были вашими учениками щекинки многие которые вот которыми у вас была некая такая на мой взгляд компания которая несмотря ни на что в своем мире ну это да ну вот так и жили тогда очень келейно была страна были свои дела все все поняли что к чему и были такие не богемные такие такие микро миры дружили сейчас никто перезвонимся перезвонимся тогда собирались после спектаклей пили шутили играли фреферанс да и все будет такой спокойная жизнь внутри кухни были так называемые не сейчас есть но как сейчас эта мода прошла дома интеллигенции дом актеры дом архитектора дом журналистов где были свои такие микро миры тоже были вот капучники веселый по тем временам очень острые конечно и на них закрывали глаза там потому что потому что этот пар который накапливался да надо было куда-то выпускать и вот в этих домах пусть и спектаклей или где-то там пусть чего-то собирались и там из пусть они там для себя этот пара выпускают капустники это вообще это по-моему ваше изобретение еще капустник изобрел меня щепкин понятно малом театре еще приостровском а вот эта волна там молотить но я руководил такой бригады в доме актера сгоревшим на пушкинской площади замечательная бригада была в дом журналистов верстка и правка совершенно сногсшибательная была кахенора решинка у архитекторов певческая команда потрясающие ребята они значит клеймили все все это было домах деревянцы и мы там вот шутили вот все кому ты говоришь когда родились у граммана да да все там и шутили то время я я ностальгию ностальгирую тоже по тому времени ведь я же училась тоже в творческом возе углу гитмики где тоже были эти самые капустники вот то что там было между строк то что там было с намеком то что там было вот с железной маской как-то сейчас все но сейчас что между строк сейчас вы говорят в строке да но это вот сюда звольность такую она сейчас уже приобрела форму какого-то поноса когда вообще дефицит запрет да это огромный стимул существования достать или сказать намекнуть а когда чё доставать купи ну да или чего намекнуть так скажи и становится все тупее площадь пошлее бессмысленный по мою идею я понимаю и и фразы-то строились вот даже слова в предложении выстраивались всегда так что вот вот умный поймет а сейчас да сейчас и слов таких не пишет я все то что я сижу здесь шестнадцатый год в кресле начальника я вынужден читать пьесы это каторга это такой конвейер графомании вот чё читаешь а как нельзя вдруг достоевский нельзя чтобы такой огромный сталантливый 6 стране где-то что-то не рождалось нету на 2 почему очевидно вот этот вот ваш внутренний стимул сию секундного появление экранного литературного бизнеса до схватить до выдать никто ничего не не работают поэтому вот когда был встречаешь какого-то еще сохранившимся ученого вот перельман это да все не знают что это такое гений отказавшийся от миллиона долларов и все говорят сумасшедший больной еврей нет угодно никто не понимает что бывает бывает но это единицы я вот еще о чем я хочу ваших родителях все-таки у вас корни такие музыкальные интеллигентные медицинские и мальчик пошел в артисты как к этому всему относились и медик был только мой дядя дядя горе а по-моему дед тоже нет а я читала что дед я наверно ошиблась ну дед это какой-то полипа по папины по ширвинтовской фамилии какие-то прусско-немецкие были там корни а вообще-то нет папа музыканта скрипач мама всю жизнь была наканчал вторую студию мхат нам лак 3 с универович училась вот потом мы из-за туберкулеза она вынуждена была оставить уже была редактором филармонии вот значит и потом еще одесские корни в маму рожденный кобылифкер такая фамилия шикарная шикарная но шервин тоже такой но шервинт одни не еврейская фамилия немецкая да а кобылифкер очень мало кобылифкеров в израиле надо узнать есть к вылив там были какой-то еще список еврейских семей которые там были интеллигенция одесская по-моему оно там вошло в какую-то энциклопедию эта фамилия тоже ну да но тоже было мало мало потому что фишманов там шаперов много кобылифкер очень мало вот так что да не значит всю жизнь были вот при одесском юморе при всем этом порог наследственный да вы думаете что это генетически передается гены это все да конечно и мама именно так вас воспитывала вот вот никто меня не воспитывал а кто но бабушка они меня вы пережидали а вот так не от слова жить пусть будет там со скрипкой уроками скрип катастрофу потому что папа скрипач и меня мученические учили на скрипке я бегал запирался в сортире коммунальной квартире вот и наконец махнули рукой меня выгнали из 6 класса музыкальной школы когда с ужасом на экзамене сальфеджио и узнал что есть оказывается два ключа скрипичные басовый два меня одного то было вот и перед папой изменились он до преподавала очень любили сказать что извините край и это был дикий скандал и все вот и земля тыкали все время игорь и мостер хам ровесники вот и как а потом как раз в это время игорь тоже бросил скрипку ну не гора с плеч и все а потом игорь вернулся к скрипке и стал ойстрахом игорь и мостер а я как был давно так и остался и но вы же играть я слышала недавно плаката передача фамилия о вас и ваших всех домочадцев вашей фамилии вы там играли на скрипке с я слышно это так для это было честно нет я у меня все-таки шесть классов сыграть начало концерта вивальди или гамму я могу я одна на сцене играл несколько раз у захарова у марка и так его не помню какой-то чисел здесь сатири он заставил у меня я играл на скрипке у эфроса играл в брехте что-то стало что этот играл на скрипке я при всех невозможных случаях все таки все таки не зря это все было чтобы как-то отличаться от массы давайте про эфроса поговорим мне кажется что этот режиссера все чек как не знаю учитель не знаю как это назвать он очень много вам в жизни дала вы за ним переходили из одного театра просто когда эфросы вдруг сделали художественным жителем ленкома ленинского комсомола вот такая неожиданность потому что его взглядами левизной это никакого отношения комсомол он не имел и евреи тем более и когда это случилось от безвыходности там биографии этого театра это как кардиограмма взбесившихся инфарктника взлет падение взлет падение вот сейчас вот маркс сколько лет сделал из этого театра конфетку а когда я пришел это было вообще но потом цель вырезать подумай вот так вот пришел эфрос был недолго лет шесть или пять это был такой воздух но я уже был весь заряжен капустниками этой безделухой да и он действительно такую инъекцию серьезно меня воткнул я сыграл у толи что-то около девяти центральных ролей очень были знаменитые спектакли чайка снимается кино что это 140 по любовь мольер счастливые дни и счастливый человек нужен обронной вот так что я у него был так сказать ведущий артист а когда появилось желание стать режиссером ну это очевидно все-таки корни такие педагогические я же сейчас театрами институте самый старый после этого что я там самый старый профессор с пятьдесят седьмого года я преподаю это щуки поэтому оттуда наверное я безвыходности вот я здесь сижу у меня смотрю на репертуар я же не режиссер так сказать по сути режиссерского образования я педагог и артист тем мнение здесь идет сейчас на афиши 6 моих спектаклей как режиссер а что-то вы сейчас уже это же репетируете сейчас я только что сделал спектакль чемоданчик это европоликов пьеса это все-таки сатира какая не наивная и но сатира потому что я же говорил ничего нет а тут хоть эмбрион то что там сатирические образы он очень чувствует юра время вот это из бы последняя режиссерская работа там замечательно играют мои ребята моя любимая ученица святочка рябова федя добронравов такой букет юра нефонтов замечательные артисты они вытянули этот материал а как вообще сейчас вот в это время называться театром сатиры и статьи речек памяти сатир театр памяти сатир имени сатир вот так вообще все эти бирки это бред театр гоголя раньше был театр транспорта это понятно что стоит там прямо на путях киевского курс курс кого-то потом сатиры гоголя почему театр пушкина но современник как бы вроде как можно еще там современник это название театра а вот имена имена нет а я сатире именно название театра какая сатира может быть сейчас никакая сын то что как можно пересатирить телевизионный ящик с этой псевдо полемикой с этими лицами значит которые сами по себе пародия на самих себя это очень трудно и потом для того чтобы была сатира должны быть писатели должен быть салтыков щедрин должен быть булгаков должен быть горин должен быть жванецкий хотя он не драматург должен быть саша володин горе горе на мой взгляд вообще совсем отдельный от всех потому что он у него это сатира была какая-то ну у нас там говорят подключены космосу человек он какой-то очень ну говоришь и замечаете гриша был младше да вот с этой компании кто говоришь нашу такая тусовочная из которых практически остались только мы с марка все элик булат зяма герд гриша горин к ваша ужас и тогда вот он был моложе всех гриша моложе все и все равно он был рыбы он был у нас рыбы когда что серьезное важное проблемное помимо тусовок и хихи гриша он всегда знал ответ во всяком случае он знал как-то сказать он не зал не ответа он знал направление раздумий у вас были какие-то еще свои какие-то кодовые такие общения вот так любили друг друг я захарам не рассказывал как они прилетели в харьков к вам и там пели из кустов вам песенку и вы думали что что вы уже все поехали немножечко или перепели да ну да молодые всякие были тусов нет весело жили весело а что там была за история когда вы поехали на целину с какой-то там как агитбригадой не знаю с чем и ибо и попали замерзли там где-то в снегу но это вообще-то зимой туда в казахстан вот и совершенно сумасшедший был просто сумасшедший был фанат это называлось тогда он был в театре ульянов такой более замечательный артист третьего значит эшелона он был начальник вот этой вот шефской работы шеф ствали над предприятиями от больницами и и когда возникла целина и стали собираться бригады ехать обслуживать целинников так это сумасшедший пошел цк комсомола и предложил бригаду летком поехать зимой туда в казахстан под кустанай как сейчас помню там вот эти комсомольские работники причёсанные утром водой после этого дела даже они обалдели от этого энтузиазма зимой там минут сорок ну так далее все жили эти целинники в этих вагончиках плодили детей там нечего делать яблочное вино и баба все эти как тараканы там дети ползали зимой холод и он повез туда эту бригаду я тогда был затем молодой это второй год как я кончил институт машина заглохла в снегу и вот огромный помню рыжий такой парень минус 40 ветер ужас движок работает чтобы окончательно не не замерз хотя таких печек ничего не было просто тут дуло такое но бензин то отчасти так антифреда не было все это вода вот и он в такой полушубки это парень водит рыжий с открытой грудью такая рыжая с минус 40 все гробимся она я как сейчас помню когда он сказал все там валерова трощинский тенор из внесенского и сюда минус 40 мы умираем он проверял звучит ли звучит ли вверх или ужас какой и вот в этот момент когда хана в истерике там илька кострова чтится все и я тогда ему говорю там рыжу у меня машина была победа а там значит снег знаешь конца крайне видно то есть вы умирали там реально конечно вот и стоят самоходные комбайны наш как скелеты их теозавров на снегу так вот на эти самоходные комбайны их передние колеса ходили на победовской резине а тогда все было дефицит а уж резина это очень я его в момент когда мы гибли что там коль а насчет нельзя тут это вот он стоят они все это он это посмотрел сказал звучать вот александр если выжили ой я тебе гарантирую будет резина на нас случайно наехали два трактора поисковых когда искали да вытянули нас самая все мы прилетели в москву и месяца через два пришла с курского как сейчас помню вокзала сама получать мне контейнер класс он написал четыре победовских колеса класс байка да супер я на этой резине вот так и ездил до конца пока эту победу не про а а вы же продали этому менту который вас хороший селедренников помню даже фамилию он останавливал постановил зимой было как ржавый сугроб он ширвинг 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 до езди си до езди си снимай номер ржавый был до мозга костей его можно только автоген а зачем надо снимать номер нельзя ездить таком виде а окей и все его все таки ему потом продали случайно это вместе купил вообще есть много таких вот вещей вашей жизни а это стена которая упала рядом с коляской в которой вы лежали это упал кусок гол максима горького такой самолет великий который в тридцать четвертом году он летел там из тушина там же посадили в этот самолет всю элиту это вот такой показательная мощь советской значит авиации это зачем упал то его запровождали четыре истребка маленьких чтобы было видно перепад вот это истребочек и вот это махина максим горький и вот этот один из стебков когда-нибудь вокруг выябывались и петляли задел его он его задел и он над этим соколом поселком рядом с тушным стал рассыпаться это страшный волк уже а я лежал в колясочке поселке сокол у друзей родителей потому что поселок сокол это сейчас это центр москвы да тогда это была окраина и там был какой-то элемент воздуху и я там лежал и какой-то кусок этого горького упал и снёс пол это вот флигеля а вот эта стена осталась а я вот здесь лежу ну вот значит нужен был ширвин вообще этому миру для того чтобы его берите столько времени а вы верите вообще в это все вот то что там есть что-то такое что что-то есть понимаешь я не верующий но я и не тот самый не атеист я не атеист я не от из него случайно и лишь я но во первых понимаешь у меня намешано значит вот и к бы ливкер и какие-то сомнительные русские эти ширин ты и потом когда мне значит приходит здесь приглашение от патриарха от муфти и от посольства израиля широченный диапазон возможностей верований ну конечно что то есть иначе как потому что если иногда где-то на рыбалке в районе того же казахстана мы были лежишь в 150 километрах от алматы там почему-то именно в районе казахстана в этих районах ночью небо даже не как планетарий а ниже страшно мы там лежали пьяные утром наш рыбачить лежим вот и над тобой буквально где-то кажется что метр и двадцати вот этот вот планетарий совершенно прозрачная тогда и вот эти вот галактики галактики смотришь думаешь завтра вот клёв не клёв а там не понимаешь что так же не бывает да планета которая сейчас сама себя со страшной силой уничтожает да 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 конечно наблюдают ваша чизжи названа еще какая-то малая планета до облетают а вы увидели там как-то какой-то это знаешь как это было сейчас все покупается продается а вообще но может эта система осталась ты астролог да сидишь где-то в крымской обсерватории и целый день тупо смотришь эту огромную вот эту штуку да сидишь 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 я их девочек видела и милы такие полового совершенно не удовлетворенные они ждут что оттуда какой-нибудь этот самый упадет и вдруг ты случайно видишь что-то такое новенькое там ты хочешь ой ой сбегаются все евреи вон я вижу в районе пси левее псу какую-то тут же двигаются проверять и действительно ты нашла какую-то фигню дальше фиксирует что это вот 444 минут 44 04 там действительно и тогда ты это воде как было это не может как бы вы хотели назвать ты говоришь ты будешь я бы хотела назвать ширин ширин или там фима до кима нельзя нет фамилию на тогда совещание спрашивают у нас что что за ширин кто это такой должен говорят ну может быть посылают это в лос-анджелес обсерваторию лос-анджелеску долго перевязняю что ширин это не бомж и не любит рузвельта него и там говорят давайте и тогда называют я летаю то рядом хармс и раневская но не рядом где-то класс тоже водка сейчас не знаем у меня сертификат да она мне большая по-моему там что-то такое но вот как крым но если чё здесь задолу часто да 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 я думаю что неплохо да вас окружает столько любимых любящих людей и женщин я уверена что вы когда-нибудь для себя сформу сформулировали что такое любовь для шарганта не только с точки зрения женской любви а вообще любовь про любовь забыл уже доживи поймешь что любовь это вид спорта молодежный остальное преданность долг привычка потом весь великая русская пословица следи гнилых яблок выбора быть не может выбирать никогда нельзя выбрал сиди жуй александр ширвинд знает про любовь просто не хочет говорить